20 миллиардов рублей общая сумма облигаций федерального займа для физических лиц, которые Минфин уже в апреле планирует выпустить на рынок. Впервые в современной России. Говорят, это лучшая альтернатива банковским депозитам с достаточно высокой доходностью. И главное, по словам Антона Силуанова, со стопроцентной надежностью. Но тут, конечно, есть что вспомнить из советской истории, когда слово облигации звучало достаточно часто. Например, фильм Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», где главный герой в исполнении Евгения Леонова выиграл по займу 10 тысяч рублей. Многие зрители тогда вдохновились и бросились скупать облигационные тиражи. Люди, не слишком глубоко интересующиеся финансами, возможно, и теперь ждут чего-то подобного. Но все-таки в наши дни облигации совсем другие. Но, с другой стороны, у них есть все шансы стать востребованными. И если так, то одним выпуском дело явно не ограничится. Собственно, тот же Антон Силуанов уже дал понять, при высоком спросе будут готовы печатать еще и еще. Но, пожалуй, главный вопрос зачем? Ответ сейчас получим от Антона Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. А государству от этого какая выгода? Ну, самая прямая. Таким образом, государство может получить деньги на долгосрочные перспективные проекты. Вытащить деньги у россиян из-под подушки или из чулка, если использовать другое расхожее выражение. Вот зачем нужны облигации, а еще, по задумке экономистов, это повысит финансовую грамотность россиян. Так идея прозвучала сегодня на форуме в Сочи. Важно предоставить хороший, надежный инструмент для возможных вложений нашими гражданами. Это первое. И второе, это такой шаг на пути к участию наших граждан, если это им интересно, на финансовом рынке. Минфин предлагает не копить деньги, а купить облигации федерального займа. Со средней ставкой 8,5%. Это очень прилично на общем фоне. Одна облигация будет стоить тысячи рублей. Можно покупать на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов. Объем первого выпуска облигаций 20 миллиардов рублей. А продавать их будут сначала два банка, потом список может быть расширен. Ценные бумаги выпустят на три года, выплаты каждые шесть месяцев. Во-первых, это более высокая доходность. Раз. Второе. Более низкий риск для инвестора. Почему? Потому что вкладывая средства в депозит того или иного банка, мы так или иначе подвергаемся риску банкротства одного конкретного банка. Здесь же гарантом возврата средств является государство как таковое. То есть возврат средств произойдет в любом случае. Схема элементарная. Человек приобретает бумаги, которые обещают ему прибыль большую, чем банковский вклад. А государство получает средства для долгосрочных проектов. Как бы берет их в долг у гражданина. Абсолютно нормальное явление для любого государства выпускать облигации. И абсолютно нормальное явление для людей покупать, если они верят в свое государство. Это по-простому одалживание денег на будущие перспективы. К сожалению, у россиян большой негативный опыт в обращении с ваучерами и прочими ценными бумагами. Все помнят МММ. Исполнитель роли незабываемого Лени Голубкова из тех самых рекламных роликов, актер Владимир Пермяков, подходит к финансам по старинке, но не исключает, что деньги должны вращаться. Облигации это, конечно, хорошее дело. Сдавай, покупать их и получать потом прибыль. Еще вот навар, как в народе говорят. Я думаю, все же не надо хранить чулки. Есть сберегательная книжка, надежная, проверенная жизнью, опытом. Лучше хранить их там. В случае облигации федерального займа гарантия государственная, подчеркивают экономисты. Антон Силуанов пообещал сам сделать вложение, чтобы посмотреть, как все заработает. Если инвестор вкладывается в эти бумаги, то он также может спокойно и выйти из них, как это происходит и с депозитами в коммерческих банках. Есть определенные условия, конечно, выхода, но самое базовое условие, из которого мы исходили, это то, что объем вложений, объем номинальных вложений в этот инструмент будет на 100% гарантирован. Никаких дисконтов, никаких потерь граждан от вложения своих собственных средств не предусматривается. В Министерстве финансов рассчитывают, что средства граждан, так сказать, перельются с банковских депозитов в общую финансовую систему. И в общем, не без оснований, ведь поговорку про то, что деньги должны работать, никто не отменял. Так что, как минимум, интерес к инициативе Минфина обеспечен. Антон Подковенко об облигациях федерального займа, который уже в апреле появится на российском рынке.